Мы предлагаем вашему вниманию интервью с главным врачом Республиканского центра специализированной экстренной медицинской помощи Магомедом Имманалиевым, в котором мы, в частности, выяснили, в чем отличие вирусной пневмонии от коронавируса, по каким показаниям скорая помощь должна госпитализировать больного в стационар и кто должен заниматься лечением больных на дому. Симптомы вирусной пневмонии, и очень много сейчас в Дагестане. В основном это у пациентов недомогание, боли в суставах. Классический такой симптом, характерный для вирусной пневмонии, это потеря обаяния, вкусовых каких-то проявлений. А так, в целом, это кашель, отдышка, температура. Вот температура 39, 36 и 9, 37, это уже в какой-то степени должны пациентов настораживать на наличии начальных проявлений вирусной пневмонии. К нам было госпитализировано за это время 387 пациентов, 138 человек к нам было уже пролеченных, выписанных пациентов, среди которых было практически 85%. Это пациенты были с двухсторонним поражением легких, двухсторонной пневмонией. Среди этих пациентов, которые к нам поступили, госпитализированы были 34 человека с подтвержденным тестом, нам были перенаправлены в инфекционную больницу. Умерло у нас всего 5 человек. Эти пациенты, которые к нам поступали, уже изначально в запущенной стадии. Они дома самолечением занимались или вообще не занимались лечением и не обращались никому. Вот если пациенты вовремя обращаются и на каждом этапе делают правильные выводы и правильные назначения, и у всех у них практически 98% выздоровления. Больные зачастую температурят неделями и не обращаются к врачу. И когда уже, скажем так, у нашего народа, когда не в МАГАТУ, вот только в запущенных стадиях обращаются. Именно летальность в той группе, 5 человек у нас, которые умерли, это больные с анамнезом сахарный диабет. У этих пациентов было бронхолегочные заболевания, там брахиальная астма у одного пациента была. Другой пациент, который был оперирован, онкология у которого была. Вот такие пациенты. В больнице скорой помощи, у меня климин, связанная с этой службой, приезжает скорая к человеку. В каких случаях она забирает его на госпитализацию? Я хочу сказать, если у человека нет температуры 38,5 и выше, если нет температуры, если частота дыхательных движений у них не больше 22. Если имеется сабтурация там свище 93, этот доктор приходит, у него есть пульсоксиметр, они должны это определять. Тогда этих больных надо оставить амбулаторно и давать им рекомендации. У нас, знаете, практически, я должен сказать, ну 60% этих пациентов, которые идут с легким течением, они требуют госпитализации. Они, мы очень проводим с ними разъяснительную работу. Некоторые с пониманием к этому относятся, некоторые это не понимают. Для пациентов самих это благо, находиться дома изоляцией, если нет температуры выше 38,5, если сабтурация больше 93, если нет одежки у пациентов. Вот это все, это лучше лечиться дома амбулаторно. Стационарное лечение, он ничем у этих пациентов не отличается. В стационарах должны лечиться пациенты, которые нуждаются в врачебном круглосуточном наблюдении. Только такие пациенты. Дома вот эти с легкой формой, кто их лечит, кто их должен наблюдать? Пациент находится дома, если он пригласил себе доктора с поликлиники, этот доктор должен его наблюдать. Это амбулаторное звено, и они должны их обслуживать. На той территории, по которой прикреплен к данной той или иной поликлинике. Но это должно быть так сделано. Не врачи-стационары, это амбулаторная служба, они должны их наблюдать. Наши зрители, люди, которые слышат врачей, которые говорят, нет в этом особого драматизма, нет такого высокого летального схода. Они это воспринимают как поддержку протестных настроений против самоизоляции. Как вы относитесь к этой необходимости? В большинстве, 99% спасения от этой болезни, это самоизоляция. Я не говорю, что драматизма не носит сама вот эта пандемия. Она носит какого еще драматизма? Драматизма не носит само заболевание, если вовремя обратиться к врачу и под наблюдением врача находиться. Если врачи дают определенные рекомендации, надо руководствоваться этим, а не спорить, не протестовать. Вот вопрос в чем. И самоизоляция – это самая главная сегодня задача. Другого не дано. Латентных течений очень много таких пациентов. И если эти пациенты были бы на самоизоляции, все эти пациенты, пока у них не выявится, ну хотя бы две недели. Ну такой вот эпидемии у нас, наверное, не было бы.